Способом избавиться от этой слизистой является сокращение мышц матки. Как раз именно в этой фазе и возникает наибольшая болезнь. И все действия, которые мы выполняем, находятся внутри нас. Если мышцы матки сокращаются и не могут расслабиться, это приводит к целому каскаду неприятных последствий. Там может быть одна, две или три точки. Какие же причины того, что мышцы матки сокращаются неправильным образом? Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы поговорим с вами на тему, которая тревожит огромное количество женщин. И через женщин огромное количество мужчин. Это месячные боли. Боли передмесячными, боли во время месячных. Каковы их причины? Что нужно делать для того, чтобы убрать эту проблему раз и навсегда? И что нужно делать для того, чтобы снять острую болезненность именно в момент, когда эта болезненность к вам пришла? В конце этого видео мы вам дадим точки, которые позволят вам получить скорую помощь при мучительных месячных. Давайте сначала разберемся с теорией. Во-первых, надо понимать, что месячный цикл соотносится с циклами Луны. 28 дней – это время, за которое Луна делает полный цикл, и женский цикл тоже ему соответствует. Есть несколько фаз женского цикла. Во-первых, фаза месячных, фаза созревания яйцеклетки, фаза, когда женщина готова к зачатию, и, наконец, фаза, когда женщина готовится к следующему циклу, и начинаются новые месячные. Как правило, самая болезненная часть месячных – это несколько дней перед месячными и боль во время месячных. С чем же связана эта болезненность? Женский организм во время каждого цикла готовится к зачатию. Зачатие связано с тем, что оплодотворённая яйцеклетка внедряется в слизистую матки, и для того, чтобы это было возможно, слизистая утолщается и становится способна к внедрению в неё яйцеклетки. Соответственно, для каждого нового месячного цикла необходимо свежее новенькое слизистая. Соответственно, для того, чтобы появилась новая свежая слизистая, необходимо избавиться от слизистой, которая не выполнила свои задачи в силу того, что не произошло зачатие. Способом избавиться от этой слизистой является сокращение мышц матки. Дело в том, что матка – это мышечный орган. В отличие от привычных нам мышц, это гладкая мускулатура, это мускулатура, которая не контролируется сознанием. Именно процесс сокращения и расслабления мышц матки приводит к тому, что слизистая отслаивается и даёт место для роста новой молодой слизистой. Как раз именно в этой фазе и возникает наибольшая болезнь. Именно в связи с тем, что сокращение мышц матки происходит нештатным образом и возникает мучительная болезненность во время месячных. Какие же причины того, что мышцы матки сокращаются неправильным образом? Во-первых, как всегда, когда речь идёт о сокращении, мы должны учитывать две фазы. Во-первых, это сокращение. Во-вторых, расслабление. Очень часто случается так, что мышцы матки сокращаются и оказываются неспособны расслабиться. Причины этого множественны. Во-первых, это и психоэмоциональное состояние. Во-вторых, это опущение тишечника. И в-третьих, это нарушение лимфатического оттока из нижнего этажа брюшной полости. Если мышцы матки сокращаются и не могут расслабиться, это приводит к целому каскаду неприятных последствий. Во-первых, если мышцы напряжены, это приводит к застою крови в матке. Дело в том, что мышцы должны проталкивать кровь через мелкие капилляры матки. Если мышца непрерывно напряжена, то кровь не может свободно циркулировать. И как следствие, там возникают застойные процессы. Матка – это живой орган, в котором существует обмен веществ. Соответственно, существуют продукты распада. Если кровь не циркулирует, продукты распада начинают накапливаться в матке. Можно сравнить болезненные ощущения в матке с теми ощущениями, которые возникают у человека, который получил избыточную физическую нагрузку. Вторая причина, связанная с болью, это повышение артериального давления внутри матки. Дело в том, что организму принципиально важно протолкнуть кровь сквозь сосуды и капилляры матки для того, чтобы обеспечить рост новой слизистой. Если матка напряжена, это приводит к тому, что организму приходится поднимать давление, чтобы пропихнуть эту кровь через зажатые мускулы. Таким образом, артериальное давление внутри матки может повышаться вдвое и даже втрое по сравнению с артериальным давлением во всём организме. Это довольно неприятное, я бы сказал, даже мучительное переживание. И, наконец, самая простая и очевидная причина – напряжение мышцы, длительное неснимаемое напряжение мышцы само по себе может быть чрезвычайно болезненным. И причина, о которой также стоит помнить – это опущение тишечника. Если тишечник опускается, он нарушает кровообращение органов, и как следствие там возникают застойные процессы и соответствующая болезнь. У нас на канале уже есть видео, посвящённое опущению тишечника. Существует два разных подхода к лечению месячных болей. Во-первых, в тот момент, когда с вами или с вашими близкими уже случилась дисмонорея, надо снимать боль прямо сейчас. Во-вторых, существуют способы, которые позволят вам, в принципе, решить эту проблему, чтобы человек чувствовал себя хорошо и свободно в эти дни. Что же делать, если вы хотите избавиться от месячных болей на регулярной основе? Режиссёр требовал от меня, чтобы я куда-то надавил, чтобы были какие-то явные манипуляции. Я столкнулся с трудностями, потому что настоящая работа, которая множество раз помогала мне помочь женщинам, заключается в том, что мы просто накладываем рути на регион матки, и все действия, которые мы выполняем, находятся внутри нас. Мы должны синхронизироваться с человеком, установить правильный контакт с человеком, расслабиться, позволить себе услышать дыхание и пульс человека. И в результате этой работы произойдёт ощущение расслабления и тепла. Наша модель чувствует тепло, наша модель чувствует расслабление, и ровно этим приёмом, каким образом формально ничего не делая, погрузиться в контакт с человеком настолько глубоко, чтобы происходили изменения по гладкой мускулатуре, и чтобы эти изменения по гладкой мускулатуре привели к расслаблению и излечению. Важным моментом, который позволит вам получить результат в рамках этой техники, будет понимание того, что мы коммуницируем не с маткой, мы коммуницируем с мозгом и сознанием нашего пациента. Мы вступаем в контакт с системами саморегуляции организма и помогаем этим системам понять, что существует избыточное напряжение, что это напряжение связано не с какими-то внешними причинами, а с тем, что орган просто напрягся и не может расслабиться. И мозг, осознавая это избыточное напряжение, подаёт сигнал, который позволяет органу расслабиться, что приводит к улучшению кровообращения, что снимает боль. Это очевидный пример использования мягких техник, техник, в процессе которых для наблюдателя вообще ничего не происходит. При этом вы, как специалист, работаете глубоко и интенсивно, пациент чувствует изменения в собственном теле, эти изменения абсолютно для него очевидны, эти изменения для него приятны. Именно мягкие техники являются основой, вокруг которой построен наш курс, который направлен на то, каким образом, используя минимальные усилия, используя силу своего сознания, получить наибольшие результаты, результаты, которые пациент будет приятно оплатить максимально дорого. Узнать больше о нашем курсе «Дорогостоящий массаж» вы можете, перейдя по ссылочке в описании к этому видео. И в завершении видео поговорим о способах скорой помощи, если у вас или у вашего близкого, или у вашего клиента болит прямо сейчас и болит сильно. Эти способы базируются на рефлексотерапии и на суджок терапии. Первой точкой, которой вы можете воспользоваться, будет точка между средним и безымянным пальцем. Вы находите пространство между средним и безымянным пальцем, и там может быть одна, две или три точки. Находим эту болезненную точку, выбираем ту меру воздействия, которая будет комфортна для пациента, не будет вызывать отторжение и раздражение, и продавливаем эту точку между третьим и четвёртым пальцем до тех пор, пока болезненность в этой точке не пройдёт. Множество раз я проверял на своих пациентах, на своих близких, и видел, что эта точка чрезвычайно действенна. Здесь представление исходит из предположения того, что у нас есть ладонь, на которой есть пять пальцев. Средние два пальца будут ножками, крайние два пальца будут ручками, а большой палец будет головой. Соответственно, существует прямое проективное соответствие между частями тела и внутренними органами. Соответственно, матка имеет проекцию в пространстве на перепонте между третьим и четвёртым пальцем. Когда мы говорим про рефлексотерапию и орикулотерапию, то мы говорим о том, что ушная раковина по форме напоминает эмбрион. Соответственно, существует прямое соответствие между органами внутри эмбриона и ухом. Следующие две точки расположены на ушной раковине. Во-первых, первая точка – это точка придатков, яичников и труб. И вторая точка расположена на передней части завитка. Это будет точка матки. Рекомендовано работать с этими точками либо пальчиками. Вы находите болезненную точку на ухе и прорабатываете её аналогичным образом, как вы прорабатывали точки на ладони. Хорошим способом, если вы не можете при помощи своих рук найти конкретную точку, взять не очень сильно заточенный карандаш и подавить в маленькие точки при помощи острия карандаша. Если вы обнаружили болезненность в этих точках, то рекомендовано давить на них на регулярной основе, пока болезненность в них не уйдёт. Это поможет вам получить долгосрочные эффекты по болям во время месячных. Если речь идёт непосредственно о остром состоянии во время месячных, то рекомендовано давить на точке на руке и на ухе до тех пор, пока вы не получите ослабление месячных болей. Дорогие зрители, у меня возник спор со съёмочной командой. Съёмочная команда говорила, что точьте на ушах, на пальцах – это полный дребедень. Давай что-нибудь наминать, давай куда-нибудь что-нибудь сдвигать. Графично, красиво. Помодите мне, пожалуйста, переубедить мою команду. Помодите убедить их в том, что суджок терапия, рефлекс терапия – по-настоящему рабочие темы. Напишите свой опыт того, как эти концепции работают, как они помогли именно вам или вашим пациентам. И в частности, мне будет крайне интересно, насколько точьте предложенные в этом видео помогут вам и вашим близким при месячных болях. Также напоминаю, что кроме того, что мы лечим посредством массажа, существует огромный набор практик, которые позволят вам вылечить себя через движение, через дыхание, через медитацию. И все эти техники доступны для спонсоров нашего канала. Для того, чтобы стать спонсором, нажимайте соответствующую кнопку под этим видео. Ну, если это видео было для вас интересно, полезно, если вы извлекли для себя какой-то практический опыт, обязательно поставьте лайк под этим видео. Это очень стимулирует автора снимать в дальнейшем такие же интересные и полезные видео. А с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и саматити и одноименного YouTube-канала. Канала, где мы говорим с вами про здоровье, учимся быть счастливыми, благополучными, учимся делать массаж и зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.